Вот мы подошли к счету нашему образцу, который мы делали с помощью клише. Мы клишеем мыльным раствором, жидким мылом нанесли кисточкой, чтобы он не хлопал и потом положили. Но мне кажется, что когда глину немножко дать ей момент, чтобы она такая была, прихватилась, да, с творочкой сверху, то мне кажется, будет гораздо немножко поспешить. Ну не важно, это у нас эксперименты, поэтому нам все тут можем. Это длинная штукатурка, повторяю. И тут вопрос был, чем его скрывать с кроем. Есть предложение или, опять-таки, воском или голубенький с добавлением прылынки, она уйдет у нас в березу, или взять воск с прылынкой с добавлением золота, и тогда пойдет он туда, к фисташке. И, ну что, на какое восстановимся? Ну, не знаю, мне больше золота. Ну, ладно, чего? Да, ладно. Ну, значит, так я... Тогда я попробую еще, как она себя ведет, когда я немножко подмокачиваю. Немного сыровато, да? Нет, нормально. Я просто, когда нашел его, чтобы убрали все неровно. Получается, почему он чернит, потому что мы, получается, взяли не Яркомовский, это же не Яркомовский у меня здесь наполнитель, а это я брал Примус. Ну, Примус был такой. Ну, тут такая шпаклевка была, недорогая. А, вообще. А если мы возьмем Ярком, так, там наши дети не будут, поэтому мы будем смело защищать шпатрен. Просто здесь, они его просили, Литалей, принеси, покажи. Вот это у меня брено на той базе. Вот это у нас. А сделаем на Яркомовской базе. Значит. Потом еще принесем, да. И сделаем такие. Вот смотри, вот оно тоже. Видишь? Глажен больше. Не, не то шумается, а спускаешь, чтобы она стала глажей. Нам бы не нужно такую, чтобы она была холючей. Наоборот, чем она будет такая более мягкая, мягкая рожда, что она будет напилить на стенах. То есть, не какие-то, так сказать, наждачь. Ну, вот. Мы не наждачим, да. То есть, применяем только водичку и губку. То есть, никакой тут пыли нету. Кто говорит, ни шуму, ни пыли, да. Пейте домой, как ажурочка. Пейте к жене, как ажурочка. Да, и видишь, что штамп тоже он не будет считаться. Он не нужен, да, чтобы он там считался так сильно-сильно-сильно. То есть, такой легкий намек на что-то. То есть, длинные штукатурки нам дают вот этот вот простор. То есть, нам не нужны по там перфектумам. Чем проще. Какой-то намек на... Все. Возьмем. Немножко воска. Знаешь, можно даже вот на это делать. Что же мне очень понравилось. Насчет воска зачем нам нужен? Да, чтобы он не так сквитрован. Вот мы сейчас пройдемся. То есть, воск можно ввести с водой, да. Можно там пройти, как... Можно с тем же там молоком, если там есть такие большие булавища. Можно двуцовкой. Вот если это у вас на море. Ну, в нашем случае, если у нас воск, то есть на воске. Теперь добавим воск. Вот у нас есть воск. Такой. На... Для Венеции. Вот. Помните, да? Зеленый. А, и мы что хотели. Взять не переломки, а взять китайский шелк, да. Как я назвал его? Аурум, да? Это китайский шелк, золото, голд и синяя красительная. Получаем такой аурум. Очень интересный цвет. Аригинальный. Ну, вот она под это вообще. Пишется, как не будет. Такая сдержанная, но, кстати говоря, с нотками буржуана. Легкое Вене буржуане. Чуть-чуть, может быть, там выделить. Да. А потом, я же как-то по-другому. Такой, да, а потом. Подрывается, подрывается. Вот, если она там подорвала, я... Вот, если нужно дверь, она у меня есть свой... Ну, своя особенность, что ее нужно подмочить и колечкой отыграть. Рваново. Вот, получили вот такой оригинальный... Вот, и снимаю у меня, и теперь... Поэтому я делюсь. Я, как я говорил, делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас.